Приветствую всех любителей бани. Мы вновь находимся в магазине Фарнакс на улице Большевистская, 73. И рядом со мной находится эксперт по камням Алексей Кривошапкин, наш менеджер. Почему мы обратились сегодня за помощью в создании этого видеоролика к Алексею? Дело в том, что этот человек на себе, буквально на собственной шкуре, испробовал все камни, представленные в нашем магазине. И ему действительно есть что сказать практически по каждой позиции, которая у нас есть в наличии. Поэтому тема сегодняшнего ролика это как правильно подобрать камни для банной печки. Алексей, я так понимаю, есть определенные правила, как выбрать камень для банной печи. С чего следует начать? Или точнее так, чего точно не нужно делать, когда выбираешь камень? Первое правило, это нужно с осторожностью относиться к камням тем, которые собраны неизвестно кем, неизвестно где. Даже если сами забирали его на реке или еще где-то, вы точно не знаете, что это за камень, что в нем содержится. Какая его способность восприимчивость к теплу, его теплоемкость. Всегда есть риск нарваться на камень, который будет пахнуть неправильно при нагреве. Или выделять какие-то тяжелые металлы, оксиды металлов и тому подобные вещи. То есть он может не пахнуть, но при этом что-то выделять? Конечно. Вы не будете знать изначально, что вы можете от него получить, какой пар, насколько горячий будет камень. Потому что камни, которые добываются промышленным способом, они все проверены и сертифицированы. В итоге мы даже по названию камня будем знать, что это камень и что мы можем от него ожидать. Что нужно для того, чтобы правильно подобрать камень для бани? Что самое главное? Самая главная характеристика в камне – это его теплоемкость. Способность температуру взять, получить, удерживать и ее отдать. Есть камни очень быстро нагревающиеся, есть камни средние, есть камни, которые греются очень долго, но потом очень долго ее и держат. А, соответственно, дадут очень много пара. Но здесь важно подойти еще со стороны печи и посмотреть, какая конкретно у вас модель, как она работает, для какой бани она вам нужна. Для быстрой или, наоборот, очень долгой и спокойной, умеренной потихоньку. Ну, то есть, смотри, то правило, когда мы планируем взять максимально теплоемкий камень, вроде бы, как бы, это полезное свойство, накопить тепло и его долго держать. Оно работает не во всех случаях. Потому что, если есть печка, и она очень быстро нагревает парную, то она за это время никогда не успеет нагреть такой теплоемкий камень. И, соответственно, камень будет горячий, но он будет не настолько горячий, как может. А чем холоднее камень, тем хуже с него пар, тем капля воды крупнее, и пар вот тот самый мелкодисперсионный с него не получить никогда. То есть, когда, допустим, можно услышать негативный отзыв о работе печки, это не всегда проблема печи. Это проблема камня. Это может быть еще и проблема камня. Потому что большинство печей банных, представленных на рынке, конвекционных банных печей, очень быстро нагревают парную. За счет того, что у них продуманные конвекционные площади довольно большие, топки у них очень мощные. Но при этом камень, который находится в корзине каменки, не всегда успевает прогреться до той температуры, при которой будет качественное парообразование. И вот здесь уже нужно использовать камни с небольшой теплоемкостью. Камень быстрый, который нагреется быстро. К сожалению, он быстро остынет. Но тогда нужно будет просто поддерживать в топке печи огонь. А можно ли комбинировать камни и нужно ли это делать в каменке? Можно, но тоже не надо впадать в крайность. Надо брать что-то близкое. Быстро со средним и средне с долгим. То опять же от конструкции печи смотрим. Тогда давайте разберемся, какой камень следует укладывать в быстрые печки, а какой камень можем уложить в печи сетки или те печи, которые долго прогревают каменку и долго прогревают парную. В первую очередь необходимо посмотреть на конструктивные особенности вашей конкретной печи. То есть, если это быстрая печь, конвекционная или так называемая суховоздушка, то камень стоит укладывать в него быстрогреющийся. Это, например, кварцит или габрадиабаз. Самые простые быстрогреющиеся камни, которые дадут вам хороший и приятный пар. Если это печь-сетка с большим количеством камней, то нижний уровень печи – это камень, который просто лежит и держит с собой верхние камни. Средний уровень камней – это камень, который будет отвечать за прогрев парной и близлежащего окружения возле печи. То есть, чем быстрее он прогреется, тем быстрее прогреется ваша парная. А верхний камень – это камень паровой, который будет использоваться для подачи воды, для получения пара. Здесь используются самые хорошие и приятные камни, как и по внешнему виду, так и по качеству пара. То есть, нижний ряд в любом случае – это камень попроще и подешевле, который будет такую чисто механическую нагрузку. Самое главное – крепкий. Да, крепкий. А вот средний камень – там уже чуть посложнее. То есть, средний ряд, он, опять же, зависит от конструктива печи, зависит от того, насколько быстрая печь. Да? То есть, либо мы хотим… Насколько нужна быстрая баня, быстрый прогрев парной или, наоборот, долгоиграющий. То есть, если мы говорим про быстрый, то это камень тот же габродиабас или кварциты. Если это долгий, то это дунит, галлерит и еще более долгий порфирит. А вот самый верхний слой – это уже такие поблагородние камни, наверное? Это камни рабочие, с которых будем получать большое количество пара. Это чаще всего жадеид. Это чаще всего круглый, огвалованный жадеид и обвалованный, например, кварц, который очень визуально внешне приятен, потому что сверху всегда приятнее смотреть на гладкие и приятные формы. Но ведь пара производительности его ниже, чем у камня колотого. Как будет тогда пар образовываться, если сверху заложим его галтованым? Сверху камень лежит просто для красоты, и вода с него скатывается на нижний, более горячий камень, и именно колотый, уложенный плотно. Чем плотнее, тем он будет лучше прогреваться. Ну, то есть, этот верхний камень ни в коем случае не мешает правильной паре производительности? Абсолютно нет. Алексей, ну вот еще важный вопрос. Как правильно все-таки укладывать камни в каменку? Будь то закрытая каменка, либо же открытая вентилируемая каменка. Вниз, наверное, лучше всего положить большие камни. Камни покрупнее кладутся вниз, максимально прилегая к стенкам топки. Чем плотнее контакт, тем он лучше прогреется. И передаст тепло верх лежащим камням. Соответственно, при подаче потом, при работающем камне, то вот этот глубинный камень, он будет таким теплоаккумулятором, который будет способен удерживать тепло в себя и прогревать, просушивать каменку и прогревать верхние камни, которые парообразующие. Самый лучший вариант для вот этого камня, который укладывается вниз топки. Пусть, допустим, это будет конвекционная печь, которая быстро прогревает парную. Если это быстрая каменка, то все равно это будет и быстрый камень. Это будет кварцит или габрадиабаз. Если, допустим, парная требует более долгой подготовки, то можно использовать другой камень, более теплоемкий. Это можно использовать камень дунит, это можно использовать смесь камня. Тот же кварцит, габрадиабаз и дунит. То есть, какой-то камень прогреется быстрее, начнет передавать вверх более холодным камням тепло. И потом, в процессе парения, более горячий камень будет поддерживать также быстрый камень, поднимать в нем температуру. Алексей, ну давай покажем из того, что есть у нас в наличии, какой самый быстрый камень представлен у нас на выставке. Самый быстрый камень – это кварцит. Кварцит малиновый и кварцит обычный. Он может быть как и белый, так и с желтоватым, серым оттенком. А камень помедленней, так скажем, у которой более теплоемкий и способен более долгое время держать тепло. Средний камень – это дунит. То есть, это вот такой камень. Такой серовато-зеленый камень. Угу. И два камня, которые будут максимально долго греться и максимально долго потом держать. Это будет долерит. Вот этот. И порфирит. Серый и порфирит. Ну, порфирит, он похож как раз на габродиабас немножко, да? Да, но чуть светлее. А что можно сказать про камни подороже? Это камни типа серпентинита и яшмы, и сам по себе кварц белый. Ну, и жидеид с нефритом. Ну, и жидеид с нефритом, да. Те самые рабочие паровые камни – это серпентинит, который будет теплоаккумулирующим. Он с повышенной теплоемкостью, он будет очень долго держать тепло. Он будет давать пар. Это чаще всего жидеид, который особенно колотый. Жидеид, который имеет большую площадь поверхности отдачи, соприкосновения с водой. Он дает очень хороший, плотный пар. Это круглые камни, которые приятны на глаз, приятны для внешнего вида. Это яшма, это кварц и жидеид шлифованный. Алексей, ну вот среди всех представленных камней особняком стоит камень нефрит. Он даже имеет такую необычную форму. Видно, что он распиленный. Это о чем говорит? Это максимально плотный и крепкий камень, который не растрескается. Это самый долговечный, долгоиграющий камень, который можно найти на приворках нашего магазина. Какие еще особенности есть при подборе камня, при его эксплуатации? Самое главное, нужно помнить правила. Камень необходимо обслуживать. Его нельзя просто положить, за ним нужно следить. Его нужно чистить. Примерно раз в год, в зависимости от интенсивности эксплуатации, его нужно весь достать, его нужно обязательно помыть и почистить щеточкой. Ну и перед закладкой его тоже обязательно помыть. Иначе вместо хорошего, приятного пара вы получите стол пыли во всей парной. Ну вот так, друзья. В принципе, ничего сложного в выборе камня для бани нет. Главное знать особенности конструкции вашей печи и то, что вы хотите от нее получить. Ну и, конечно же, не стесняйтесь задавать вопросы, придя в магазин, либо позвонить нам по телефону. Ждем вас в магазинах Форнакс. Заходите к нам в гости. До новых встреч. Счастливо. До свидания.